Доброго времени, дорогие друзья! Приветствую вас на программе «Путь Творца» и я, Екатерина Краскина, рядом с вами. Сегодня я поведаю вам информацию от Высшего Разума на тему «Как защититься от сглаза или других воздействий негативного характера». Человек пришел в этот мир по достаточно мощных ограничениях и в достаточно мощных влияниях на него. Конечно, когда душа только приходит сюда, на планету Земля, она приходит с огромным мощным потоком, и она готова во всем этом мире жить, раскрываться. Вспомните те самые глазки у маленьких новорожденных детей, когда они открыты этому миру и когда они готовы к этому открытому взаимодействию. Но потом система жизни, система его рода, общества и всего того, что сложно сейчас вокруг вас, накладывает на него невероятно мощные ограничения. И все это начинает на него в действительности влиять. Влиять и загонять его в какую-то непосредственную ямку, в какую-то непосредственную точку, из которой ему, естественно, нужно учиться выбираться. И прийти снова к этому мощному, раскрытому, активному, благому и созидательному состоянию жизни и состоянию себя непосредственно. Конечно, пространство может придумывать разные варианты воздействия на человека, для того, чтобы он вырастил свое собственное поле состояния, для того, чтобы он вырастил свою собственную силу, для того, чтобы он ее почувствовал внутри себя и научился проявлять во весь окружающий мир. И многие события могут происходить. И здесь, безусловно, очень многие изобретения тех самых других сил, чья задача выстраивать именно жизнь через какие-либо сложности и проявлять для людей те самые сложные ситуации, из которых им нужно выбраться. Именно они изобретают много разных состояний. И то, что вы называете сглаз, порча, негативное воздействие, это и есть одно из изобретений того самого духового темного мира, который вы воспринимаете для себя именно так. Да, безусловно, духовая система на планете Земле чрезвычайно сильна, и она очень разнообразна. Что называется, от самого низменного, низменного от нуля до семерочки, до седьмой мерности работают духи и взаимодействуют с окружающим миром. От самого-самого низменного духа до высокого святого духа. Это тоже ведь дух. И это тоже огромная сила. Но работают они на разных энергетических полях, на разных энергопотоках, а значит разные системы запускают в жизнь человека. И каждый всего лишь выполняет свою задачу. Для того, чтобы эта система сработала, для того, чтобы энергия была запущена в окружающее пространство, нужен человек. Ни один дух, ни одно энергетическое поле, ни один эгрегор, система или компания не могут в этом мире ничего проявить сами, только через человека. Через то самое состояние, через ту самую структуру, механизм или по-любому другому можно назвать сущность человеческую, это возможно запустить. Потому что для этого человека предназначен. Он как действительно проводник. Он принимает энергетическое поле, перерабатывает и запускает дальше. И поэтому эта низменная энергия способна подключиться к человеку для того, чтобы его направить в какой-то конкретный путь. И если подобные события происходят в вашей жизни, значит однозначно вы что-то делаете не так. Значит однозначно вы формируете вокруг себя то самое жизненное поле, жизненное пространство, которое привлекает именно эту негативную энергию. И она начинает придумывать вам разные события, через которые вам надо пройти, чтобы безусловно выйти в другое поле. Человек всегда находится на потоке развития. Либо с огромными скоростями, либо с не очень большими скоростями. А что есть развитие? Это и есть изменение качества энергии, качества энергетического поля, качества ваших эмоций, качества вашего чувствования, если говорить с другими словами. И тогда, когда вы все меньше начинаете переживать, тогда, когда все меньше внутри вас есть боли, это и есть главный признак того, что вы переходите на другое качество энергии, на другое качество созидания жизни своей и всего, что вас непосредственно окружает. Но если вы по-прежнему находитесь в тех самых событиях, которые вас перемалывают, которые заставляют вас постоянно сражаться, добиваться, чего-то доказывать, то, безусловно, нужно искать способ от этого уходить. И, естественно, то, что вы называете защитой, это один из мощнейших способов. Но нужно понимать, что защиту, любую защиту, всегда возможно обойти. И если есть защита образно, если есть какой-то огромный забор, огромная стена, и вы никак не можете по-другому пройти, то, естественно, вы начинаете с этой стеной бороться. Вы начинаете ей противостоять, вы пытаетесь ее пробить для того, чтобы пройти дальше. Именно поэтому, когда человек выстраивает защиту вокруг себя, то все вокруг видит это защитное поле и возникает желание пробить. А что там за этим забором? Ведь это же так интересно увидеть и посмотреть. Именно поэтому для того, чтобы выстраивать защитное поле, необходимо, чтобы оно внутри себя содержало гораздо более мощную и гораздо более качественную энергию. Не просто совершать ритуал, как это совершалось ранее. Для того, чтобы ритуально выстроить эту стену, существует действительно очень много инструментов. Те, которые раньше работали, которые запускали ваши так называемые бабки, либо какие-то специальные ритуалы, специальные молитвы, которые вокруг вас выстраивали достаточно мощное энергетическое поле, но из той же самой негативной энергии. Энергия не очень хорошего качества, потому что иначе по-другому они не могли. И выстраивалась эта мощная стена, и она могла работать только на этих людей, на эти энергии, которые на той же самой энергии работали. Если к вашем поле появлялся чуть более сильный человек, то он легко пробивал эту защиту и легко проникал к вам. Для того, чтобы этого не произошло, нужно сразу же, изначально, чтобы в этом поле и в этом пространстве работала другая, более высококачественная энергия. Не на той низменной энергии, не через те ритуалы сотворенные, а через состояние вашей души, через состояние силы вашей души, либо хотя бы через состояние святого духа. Как мы уже проговорили, духовая система разная. И самое сильное, самое мощное имеется у святого духа, у этой энергии, которая очень близка к энергии Творца, которая предназначена ровно для того, чтобы чистую энергию Творца проводить сюда, на состояние поля жизни человека. И именно поэтому, когда вы принимаете эту энергию, сквозь себя запускаете, и вокруг себя как будто формирует такое мощное, плотное пространство, вот именно это поле является самой мощной защитой для всех других негативных полей, которые к вам только будут приближаться. Мы это называем незащитное поле, мы это называем обереговое поле, потому что оно формируется из другой энергии. Оно не выстраивает защиты блок, оно формирует обереговое поле, обереговое пространство. И другие негативные энергии, которые сюда приходят, они просто в этом пространстве сгорают. Оно слишком сильное, оно слишком мощное, и те энергии не могут здесь существовать. Но если они начинают, естественно, биться, они пытаются пробить. Сгорели одни, сгорели другие, но они начинают пробивать эту дырочку. Но когда существует это поле вокруг вас, вы это почувствуете. А если вы это почувствуете, и если вы относитесь внимательно к тому, что вы ощущаете, вы сможете предпринять какие-то действия. Вы сможете направить туда свое внимание и понять, что там что-то происходит. И вам нужно там что-то совершить для того, чтобы видоизменить это пространство. И именно так работает обереговое поле. Оно либо не допускает окружающий негатив, либо, соответственно, тем самым предупреждает, дает вам сигналы, что вот здесь сейчас что-то начинает происходить. Подготовься. Подготовиться не значит уйти в состояние страха. Подготовиться это значит привести в боевую готовность прежде всего ваше сознание, чтобы оно сразу же подготовило весь арсенал тех самых инструментов, которые вы способны предпринять в решении какой-то конкретной задачи. Вот это является ключевым в любом негативе, в любом воздействии, которое на вас оказывается. Если вдруг оно начинает происходить, то нужно, естественно, сначала его почувствовать, принять и передать своему сознанию этот вопрос. Зачем это происходит? И что мы можем сделать, чтобы этого не было? И тогда вы устраните источник этого негатива. И тогда он к вам никогда не пробьется дальше. И никогда не примется в разрушение вашего непосредственного поля. Когда этой обереговой силой вы наполняете какие-то конкретные предметы, например, принесенные вами из храма, либо запущенные вами с места какого-то определенной силы, вы наполняете источник этот, и он будет постоянно действующий, находиться около вас, то тогда, безусловно, этот предмет будет сохранять вокруг вас это обереговое поле, и будет помогать вам точно так же в каждой ситуации. Самое главное, чтобы он был наполнен истинной любовью, истинным светом, который есть внутри вас и в том источнике силы, к которому вы обратились, либо место силы природы, матушки земли, либо непосредственно к силе Святого Духа через состояние святых. Безусловно, именно эта сила является самой мощной, которая может остановить любое другое пространство, вокруг вас воздействующее. И помните, весь мир есть творение Божье и вас самих, и вы есть творцы своего мира. Субтитры создавал DimaTorzok